начинаем новый влог видите машинка помыла теперь у нас вот так все красиво мои ноги я сейчас буду делать пиццу средь какое тесто шикарное просто поднялось вообще великолепно вот так все все заняты своим делом надо плиту помыть девочки тоже кушать холодно слушать у нас ветер так ну что девочки ой сегодня мне получше чем вчера в общем я же вам не рассказала видео я сейчас загружаю видео вышло больше чем на 30 минут и никак видео не загрузите я же вам не рассказала что со мной было в общем в пятницу мне стало плохо резко у меня потемнело в глазах и было предобночное состояние такого раньше не было я очень сильно испугалась и конечно же я поехала к врачу я поехала на мрт я поехала на узи сосудов потом уже рентген и все 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 и вот что вот сейчас жду капельницу сейчас буду готовить по каждую капельницу и сегодня сделала очень красивые ногти просто девчонки неимоверная кошка сейчас я вам покажу поближе вы только посмотрите какая это красота у меня на одном ногте написано хэппи а на втором ногте у меня написано never give up никогда не сдавайся но это неимоверно красивая кошка просто девочки если кто-то хочет обязательно сделайте очень красивый дизайн про сейчас скриньте многие девчонки по моим дизайнам ногтей делают тоже себе ноготки на ужин у нас сегодня будет вот такой шницель по министерским брала я ленте вот быстренько забабахаем и пойдем на капельницу жду в общем и сестру так что надеюсь что все пройдет сегодня тоже удачно ну что моя пицца в духовке у меня мальчишки не любят со всякими добавками с грибами вот положила пять штучек шесть помидор они любят у меня колбасу и сверху я сыром засыпаю здесь он готовлю мои шницели так давайте выключу должны быть неплохие масла доченьки я добавляю немного не люблю когда плавают в масле он пришел мне врач так ну что просили показать посудомойку как мы уже сделал смотрите у нас фасады вот такие у нас так я тут вам во все красцы таких фасадов как у нас вот у нас такими цветочками их уже нигде нет что заказать вот такой глянцевый фасад неплохо он стал единственный минус у нас еще не пришла новая столешница видите тут угол она будет вот так вот ровно идти и закрывать ну пришлось как-то вот выходить из положения еще хотела показать я купила вот такие таблетки финиш факции в пятерочке девчонки мне они так понравились во-первых у них нет этого химозного такого помоги открытия вот вам поможет тебе поможет у них нет такого вот прям ярого химозного аромата то есть они имеют такой ну приятный понятно что химический аромат но не такой как например фэри то есть фэри я когда открывала пакет это было вообще открывается нас машинка кладутся сюда все об и здесь у нас надо залить наверное и я знаю был вопрос у меня там тоже от подписчица она говорит вот если у вас позволяла площадь а вы бы взяли посудомойку 60 девочки я бы взяла обязательно посудомойку 60 но так как мне не позволяет жилплощадь 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 не позволяет мне не позволяет кухня а вот не было заранее это нами продумано вот ну как-то раньше это не было так модно что ли так а здесь мы используем тоже ополаскиватель финиш и вот они вместе вообще очень хорошо работают мне очень нравится залью сюда так что девчонки если у вас есть возможность поставить посудомойку 60 девочки то пожалуйста ставьте девочки в общем зашел вам мой большой такой влог и столько комментариев мне очень очень приятно на самом деле от вас их получать спасибо большое за пожелание о моем выздоровлении я надеюсь что я скоро выздоровлю но на фоне вот этой болезни у меня немножко обострелись психологического рода проблемы ну я очень нервничаю и это все тоже сказывается ну как бы знаете тоже вот нервозность какая-то и мне кажется что я всегда буду у меня будет вот так вот все кружится мне будет плохо что я опять упаду и короче надо лечиться нервы в первую очередь так девочки я вам сейчас показываю ночную маску мне она очень очень нравится это у нас и пью она идет с базиликом и с экстра увлажнением почему я люблю такие маски ну девочки потому что вы нанесли вместо ночного крема и ложитесь спать и наслаждайтесь тем что ваша кожа увлажняется она питается и она конечно получает все я так и под глаза и и потому что она не стягивают кожу я тоже под глаза наношу так машинка ну и знаете и для ленивых тот кто не любит вот эти всякие маски держать смывать на ночь нанесли самое главное чтобы двоим я опять включила представляете что машинку заново включилась у меня матвейны штаны превратятся в лосина и так вот что самое главное когда вы ее будете наносить нужно время чтобы она впиталась и потом уже ее ну тогда ложится спать потому что если вы этого не сделаете то она вся отпечатается у вас на подушке видите на такая пока влажненькая потом она сейчас питается будет суп хочу показать вам новый патча купила вот такой вот такие это у нас bio world хорошее утро равно кофе и патчи ваше желание исполнено так такие лифтинг патчи для кожи вокруг глаз заказывала их совместных закупках они очень тонкие покажу что такое они очень тоненькие прям и жидкости очень очень много и пока конечно они прям очень сильно сползают с кожи вокруг вас вы только стала использовать пока ничего не могу сказать как они что они пока моими любимцами остаются инвизи ой господи инвизи бабы эти господи как они что я говорю сейчас вам покажу как они называют супер бизе синий да а вот эти пока не знаю но девчонки напишите кто пробовал кто пользовался как вообще так девочки ну что давайте в этом влоге я вам расскажу о собаке о том как не попасться на мошенников и на самом деле бзик по поводу собаки случился у меня я очень захотела собаку и стала ее искать и конечно куда я первое на первое стало искать это авито и на авито огромное количество есть объявлений по поводу щенков совершенно разные с разными суммами от восьми тысяч и выше но и конечно помимо того что я стала смотреть собаку на авито я еще стала параллельно мониторить писать девчонкам моим знакомым у которых были собаки уже этой породы и спрашивать где они приобретали себе щенков и кто-то мне говорил что покупали у знакомых кто-то говорил что покупали в питомнике я связывалась с питомниками на данный момент в этих питомниках щенков не было мне же приспичило мне же горела мне нужно было собака то есть я вчера захотела а сегодня она должна была быть у меня но на самом деле искал я ее две недели потом мне посоветовали один питомник и так получилось воля судьбы наверное что моя знакомая не сказала о том что из этого питомника у ее там какой-то знакомый есть собак и собаку они взяли больную я связалась этой девочкой она мне рассказала о том что действительно собака больная ну как когда было забыла собака щенком ничего не предвещало беды все было прекрасно но потом через какое-то время у собаки вот такие появились глисты после недели после или через до через неделю как они забрали они повели к ветеринару ветеринар посмотрел что там гноятся уши и что нету никаких прививок у собаки и тогда я поставила себе цель не брать в питомниках собак стала читать в интернете различные отзывы а по поводу питомников и многие-многие питомники конечно грешат этим но либо был другой момент хороший питомник но там девчонки был ценник на собак от 50 и выше то есть для меня это была очень большая сумма я была не готова потратить такие суммы такую денежную до большую сумму на собачку правда и ну я стала конечно же искать стала искать на юлия стала искать на авито вконтакте все что мне предлагали было огромное количество предложений от хороших заводчиков но были суммы шестьдесят семьдесят пятьдесят пять шестьдесят пять когда мне написали что есть прекрасная девочка за сто тысяч я вообще просто выпала в осадок и муж говорю все я никогда не куплю собаку и знаете как в мультике из карлсона где вот так и проведу я всю жизнь без собаки я мужу также вечером ныло он играл подожди значит это не твои собаки значит еще не прошло время ищи ты найдешь если ты задалась цель так вот и на авито очень сильно обманывают мне одна девушка написала что переводите нам на карту 8000 и сейчас собака к вам приедет на такси то есть это было вообще феноменально я еще посмеялась я говорю слушайте она на такси сама приедет то есть за рулем мне еще и машина в подарок идет или что то есть я сразу поняла что это конечно же мошенники и стала постепенно искать переписываться сразу знаете если вы будете искать собаку сразу смотрите на то что если они пишут если вам не присылают фото сразу же родителей этой собаки то все это либо перекупщики или вы это мошенники я всех просила я говорю пришлите мне пожалуйста фотографию родителей если это за затягивалась 10 20 25 минут 30 все я и так прервали мне телефонный звонок я тут прическу себя переделала то что то какая-то лысая так на чем же я остановилась остановилась я наверное на том что про мошенников да и если вам сразу не присылают фотографии родителей собаки но если это не питомник то сразу вы должны понимать что это не настоящие заводчики и так далее моя собака оказалась очень хороших и добрых руках и мы до сих пор общаемся с женщину которую я купила в общем этой женщины у нее две собаки мальчик и девочка и она иногда их как бы ну сводит для того чтобы поддерживать штаны я так сказала до своим собакам потому что йорки достаточно дорогостоящие собаки их нужно стричь за ними нужно ухаживать им нужно хороший шампунь им нужна одежда им нужен корма и обувь да то есть это те собаки которые требуют вложений ну так вот у этой женщины я нашла это объявление долго до него смотрела и думала что это тоже мошенница думаю я и писать не буду но мне очень запала в душ и собака моя то есть щенок я ее увидел думал блин такая хорошая девочка думала на 5 эти мошенники ой это все фигня не буду я ничего вообще никому же писать я уже была в расстроенных чувствах но все-таки решилась написала ей ну какие-то стал таки наводящие вопросы задавать прочные к пленке как у из корма сколько весит и так далее так далее и потом по истечению какого-то времени мы переписывались я говорю пришлите мне пожалуйста родителей собаки я хочу посмотреть что это действительно йорк потому что щенки йорков они знаете их очень сложно определить что это действительно щенок то есть тот кто не вникает в это дело кто вот просто даже захотел и пошел купил тот может купить нью-йорка может купить щенка в баллонке потому что эти собаки они очень похожи вот не на таких породистых да не на тех йорков которые мы привыкли видеть взрослыми то есть они все черные у них вот это шо шерсти щенячь черная они потом только светлеют я это тоже все изучала вот и говорю пришлите нам не присылал а и пишу и говорю в игру не мошенница она говорит а вы выгодит мне задайте столько вопросов каких-то непонятных выиграть может быть перекупщица я говорю нет я не перекупщица позвоните мне пожалуйста по телефону потому что на авито на юле у всех скрыты номера телефонов она не присылает телефон я начинаю звонить и тут я начинаю понимать что да это действительно нормальная женщина это действительно хорошая собака это действительно никакая никакая не мошенница она мне тут же прислала видео она мне прислала фотки она прислала видео как она играется ну вот в режиме да но нон-стопа и собака моя была от нас в ста километрах то есть я за ней еще пилила поехала в ночь за своей собакой и безумно безумно довольна и мы переписываемся с хозяйкой она тоже очень и так отдала с таким знаете трепетом перекрестила и и горит езжай в новую семью но мы действительно нашли собака друг друга я ее очень хотела безумно хотела себе маленькую девочку а потому что мои мальчишки уже все взрослые старший вообще уже взрослый парень сынок младший тоже он уже взрослеет он такой вот но становится взрослым мальчишкой а мне хотелось кого-то маленького хотелось девочку завязывать банты я поняла что это будет только йорк и никто кроме йорка собаки эти очень классные очень любвеобильные дружелюбные и я сейчас просто изучаю всю информацию по поводу того как ее воспитывать как ее кормить с ней гулять как ее приучать к пеленке как ее не ругать и так далее и так далее так далее и она отвечает мне взаимностью то есть девочки если вы решили взять собаку сейчас контакте огромное количество групп хороших групп группа вконтакте информация в интернете сейчас очень много видео как приучить как ну в общем все все есть если вы действительно задали с целью то изучайте и приучайте собаку постепенно не ругайте не бейте не наказывайте ее и конечно вы должны в первую очередь понимать что если вы покупаете собаку вы покупаете для себя не для мужа не для детей никто не будет с ней гулять никто не будет расчесывать убирать за ней там я не знаю какашки вот но элементарно да какие-то вещи все равно вы должны понимать что это ваша зона ответственности если вы на нее готовы то собаку берите а я безумно безумно люблю эту маленькую мою чудесную еву вообще изначально я говорила что у меня будет бэлла я хотела бэллу собаку но когда мы ее увидели игру какая она вообще не бэлла вот вот ни разу не бэлла просто и тут матригорит мама давай назовем ее ева я груз слушай ева это подходит это кличка кивуся вот так что девочки я сказал вам про свою собаку те кто мечтает и хочет дерзайте но помните что это ваша зона ответственности и мы в ответе за тех кого приручили и все-таки собаки с ними как-то знаете но веселее что ли я не знаю но кошки это кошка кошка а собака эта собака особенно такая чудесная продолжаю снимать свой влог сегодня что меня накрыло с утра как-то не очень хорошо себя чувствую но верю лучшее решила потушить капусту мы смотрим очень любим потом добавлю в конце йогурт греческий и немножко петчупа так и приезжала мама пока я спала отходила вот она мне сварила щи из кислокапусты кто любит ставьте пальчик вверх я поняла почему у меня плохое самочувствие пошел снег я сегодня еще кстати связывалась с одним неврологом ну для консультации с очень хорошим специалистом она сказала что да лечение назначено верно лечитесь и ждите это время самое главное не паниковать успокоиться и все наладится вот так что девочки у мое теперь состояние лежания я вообще не могу лежать вы знаете я очень энергичный человек и для меня лежать это каторга но приходится лежать а что делать девчонки мы забыли сказать что мы начали капку использовать зажимай вот так 40 секунд зажимает 30 секунд отдыха и так два часа в день и ночью что тоже ой ну что я сегодня целый день как это ежик в тумане валяюсь в кровати сегодня ужасная погода на улице и это конечно дает о себе знать на моем состоянии капельницы сегодня сделала половину потому что мне прям что-то поплохело а я чего хотела вам сказать я хотела пожаловаться на жкх потому что это просто невозможно я уже честно задолбалась с ними бороться у нас в неделю по два по три раза отключается горячая вода сейчас нет отопления нет воды и опять теплосеть что-то там все делает вы знаете я понять не могу сколько может эта теплосеть делать вот она делает на одном и том же месте и каждый год каждый сезон в одном и том же месте все проваливается проламывается там трубы что-то с ним происходит короче меня это просто задолбало девчонки напишите куда можно позвонить куда можно пожаловаться потому что ну серьезно уже нет никаких сил они просто отравили уже отравили мое все существование ну это вот просто целый день нет воды нет отопления благо на улице нет мороза а то я не знаю как ну это ну что это такое блин ну е-мое долбанное жкх почему мне сегодня так плохо у нас накрывает московскую область циклон который называется Таня и так как у меня сейчас сосудом беда я все очень ну сильно на это реагирую Танюха уходи пусть меня сейчас закидают тапками все ппшники но я пришла немножко в себя и захотела роллы в Якиторию заказываем в Якиторию очень вкусные роллы вот такой соус остренький прям вообще я прям с удовольствием поела роллы и продолжаю смотреть сериал корона и какие мне шикарные розы вчера подарили дети Даня вчера сам ходил выбирал я так понимаю первый раз да сынок а кто 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 ты выбирал сам розы просто шикарнейшие розы посмотрите какие большие бутоны очень красивые вообще класс сейчас покажу вам весы которые вчера подарили мне тоже мои так девочки но вот эти весы это ми ми из этот ксайоми давайте я его будем взвешивать ой они с датчиками я стой 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 кило девятьсот это она так короче говоря есть приложение ты стаешь босиком на эти весы и они считывают твой лишний вес там влага в организме есть нету и на этих весах кстати я меньше на килограмм еще что либо я похудела за эти дни либо действительно так и есть так что я очень довольна посмотрите ребенок спит на подушке на конфетку девчонки села разбирать свои тени и хочу некоторые тени продать попытаться может быть кто-то купит вот например вот эта палетка у меня от слиг она практически вообще новая может быть несколько раз вот несколько оттенков до использовала и все это палетка вот так называется то есть она мне не нужна она лежит пылиться может быть кто-то себе рублей за 300 ее купят так же я хочу вот эту продать туфейст я ее практически вообще не пользуюсь но мне лежит без надобности вот так что вот это вообще я напишу отдам кому-нибудь может кому-то надо пусть пользуются вот это мебель она у нас нюд так следующая палетка от макапреволюшен тоже видите она мною не востребована ее прям я совсем-совсем немножко использовала вот такая палетка так что надо все это отдавать людям и вот такая палетка тоже мной не востребована а это у нас румяна хайлайтер и бронзер вот и вот эту палетку я тоже буду отдавать девчонки а вот эти тени вообще новые я короче просто сейчас открыть вот я просто лоханулась у меня такие тени уже есть такой оттенок но я почему-то думала что у меня их нет и я их себе купила а у меня вот они точно такие точно такие один в один я выложила пост в инстаграм о том что отдаю тени вот эти тут же моя подписчица написала две моих подписчицы одна просто далеко живет в Екатеринбурге вторая поближе она говорит пришлите мне почта в общем завтра надо будет как-то обмотать все это чтоб не побилось и завтра ей отправит муж сходит на почту отправим ей посылку вот так и он опять и 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 Где вы, мои собаки-кошки? Ой, Миш, да ладно тебе. Да прекрати. Девочки, я себя чувствую намного лучше. И, конечно, что делать? Гладить. И на этом, наверное, буду заканчивать свой влог. Вы видите, я даже накрасилась сегодня. У меня прям такое хорошее настроение, потому что чувствую себя неплохо. Девочки, желаю всем здоровья, крепкого-крепкого. Все будет хорошо. Ой, ошейник мой расстегнулся. Все будет хорошо, и мы полюбим друг друга. Вообще, всех целую. Всем пока.